Здравствуйте! Экономика знаний. Это у нас сегодня такая тема. Обсудить её пришёл к нам специалист в этой области. Профессор, кандидат физико-математических наук, научный руководитель факультета информатики и... Нет, прикладной математики информационных технологий, финансовый университет при правительстве России, Славин Борис Борисович. Здравствуйте! Вот и дата. Так, так что ж такое экономика знаний? Вот я помню, значит, было у нас индустриальное общество, там мы всякие гайки делали, штамповали, пароходы, паровые машины, потом появился пост индустриальный, мы говорили, что мы там используем, по-моему, информацию или что-то не так, поправите меня. Индустриальное общество – это первое общество такое технологическое, так что до этого все товары и услуги их производил один и тот же человек, от начала до конца, и даже профессии так назывались, сапоги, например, делал сапожник от самого до конца. Индустриальное общество, оно впервые разделило труд на отдельные функции, появились слесари, токари, хотя таких товаров и услуг, как слесарные или токарные, их не существует. То есть разделение труда? Разделение труда. Конвейер, наверное, еще тогда же. Конвейер. Или, если брать, например, современные понятия, появилась так называемая технология инсорсинга, когда внутри одного предприятия выделяются отдельные функции, отдельные подразделения, отдельные департаменты. Но это уже все в прошлом. Это все в прошлом. В прошлом же уже можно говорить и постиндустриальное общество, когда часть вот этих функций и услуг стали выделяться в отдельные фирмы. И можно сказать, что вот эти большие заводы индустриальные, они рассыпались на маленькие фирмочки, компании, которые стали оказывать друг другу услугой. Именно поэтому постиндустриальное общество, его называют иногда обществом услуг, и технологией его, опять же, новые термины брать, аутсорсинга. На сборочном конвейере делают там машину, кто-то поставляет комплектующие, а кто-то занимается продажей, кто-то занимается рекламой машин, да? Да, да. И вот выясняется, на самом деле тогда уже выяснилось, что доля стоимости в товарах непосредственно самого производства, оно все уменьшалось, а увеличилось в доле как раз вот этих дополнительных услуг. Общество развивалось дальше, и после постиндустриального общества наступило, и вот мы сейчас в нем живем, так называемое информационное общество, когда оказалось, что информация является не менее важной, а иногда даже более важной частью самого товара и услуги. Мы знаем иногда, ну это может быть такие некие перегибы, да, когда можно продать товар, который в принципе никому не нужен, только за счет информационной поддержки. У информационного общества есть еще и новые технологии, которые не было раньше, если вот постиндустриальные это аутсорсинговые технологии, то у информационного общества появилась технология так называемого информационного самообслуживания, в более узком смысле краудсорсинг, когда люди сами себе стали оказывать услуги, сами себе продавать товары через интернет-магазин. Это вот когда мы сами оплачиваем из дома через интернет бытовые услуги? Да, да, да. Мы фактически, да, и мы фактически часть того, что раньше делали в постиндустриальном обществе, делали компании, занимающиеся услугами, население стало себе оказывать само. Ну, с помощью интернета, который тоже услуга, которую кто-то нам оказал, да? Ну, поэтому-то информационное общество очень многие воспринимают как общество, в котором очень много компьютеров или каких-то каналов связи. У нас есть даже в России так называемая стратегия развития информационного общества, и она в основном сводится именно к увеличению числа каналов связи, компьютеров. Хотя понятно, что это вторично, а не первично. Первично это именно информация и возможность самообслуживаться при помощи вот этих информационных ресурсов. Это очень важно. Так, а вот чем же отличается экономика знаний? Экономика знаний это следующая ступень, которые только сейчас зарождаются. Есть страны, которые продвинулись в этом движении уже далеко вперед, есть, конечно, которые еще далеко вперед не продвинулись. И отличие заключается в том, что доля в товарах и услугах основной становится уже не информация, не сам товар, не даже его доставка или транспорт, а становится интеллектуальной составляющей знания. Вот сейчас, если мы возьмем, например, даже тот же смартфон, то непосредственно стоимость сборки, стоимость деталей, она будет стоять не более 10%. Еще столько же примерно его доставка или реклама и маркетинг. А что остальное? Остальное – это именно те исследования, лаборатории, которые необходимы для того, чтобы создать вот эти новые технологии. Вот доля знаний начинает расти пока еще только не во всех, пока таких товаров и услуг, где она становится значима, их пока мало. Это те же самые смартфоны, программные обеспечения. Но эта доля растет. То есть вы имеете в виду всякую наукоемкую продукцию? Вот эта наукоемкость, она начинает расти вообще. А я вам тогда скажу еще, пожалуйста, сейчас все более наукоемкой становится добыча полезных ископаемых. Да. Потому что их все сложнее добывать, поэтому новые технологии. Качают из скважины скважинную жидкость, с которой всего несколько процентов нефтепродуктов, их надо отделить, это целая наука. О, это как раз об этом и говорит, что для того, чтобы нам развивать даже ту же обычную нефтянку, нам приходится развивать науку и технологии. И я приведу пример, который, может быть, немногие представляют. Правда, пример это Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты очень хороший показатель тренда экономики. Почему? Потому что это не маленькая страна, как Сингапур, которая может показывать какие-то уникальные результаты. Но это большая страна, которая... Локомотив мировой экономики, так он называется. Да, локомотив. Поэтому на ней очень... Вот если мы посмотрим, что происходило с отраслями в США за последние 15 лет, мы увидим, что производство и сельское хозяйство, те самые рабочие и крестьяне, вот доля их в общих зарплатах всей страны, всей США, уменьшилась на 40%. Если брать ритейл, транспорт, вот всё, что мы говорили с постиндустриальным обществом, уменьшилась на 25%. Спрашивается, а куда? Потому что это же люди. Куда же делись вот эти зарплаты? То есть кто теперь стал получать? Ну, то есть куда делись люди и куда делись эти зарплаты? Это, прежде всего, социальное обеспечение и здравоохранение на 25% увеличилось. И наука, и образование тоже на 25%. То есть мы видим переток из одной индустрии в другую. Причём серьёзный переток. Это, я могу так сказать, что если эти тренды останутся, то к 2020 году число научных работников и число рабочих крестьян всех вместе в Америке, ну, если так можно назвать, у них не крестьяне, а фермеры, конечно, да, но неважно. Ну, занятых сельскохозяйственным производством. Да, и в производстве, и в сельском хозяйстве, и там, и там. Вот их число вообще будет примерно равнётся число науки, число учёных. А если мы дальше продолжим до 40-го года, то окажется, что к тому времени число рабочих и крестьян, тех самых фермеров и прочих, сравняется с числом преподавателей. Вот мы к чему идём, чтобы мы понимали. Экономика знаний – это прежде всего новая индустрия. То есть появится. И тут очень можно было бы даже привести такую, может быть, многие помнят формулу Маркса – «деньги, товар, деньги». Да, когда… Деньги, товар, деньги, штрих. Да, деньги, правильно. Деньги, товар, вот превращение денег в товар – это производство. Мы инвестируем деньги в производство, получаем на выходе товар. Товар в деньги – это маркетинг и продажи. Мы этот товар отдаём на рынок и получаем те самые деньги-штрих, чуть больше. Деньги, товар, деньги. Что происходит в экономике знаний, если основная доля становится не товар, а знания? Деньги превращаются в знания, а знания в деньги. Что такое деньги превращаются в знания? Кто? Это наука. Мы даём деньги, а они дают знания. А знания превращаются в деньги – это инновационный бизнес. Это бизнес, который умеет использовать какие-то новые инновации и превращать их в деньги. Я вот тут приведу пример. В прошлом году к нам приезжал директор по инновациям компании Dell, и он рассказал очень интересную вещь. Он сказал, что сейчас инновации живут не больше двух-трёх месяцев. Не потому, что их кто-то украдёт, как раньше. Раньше было важно не дать украсть. А потому, что они витают в воздухе, и если вы через 2-3 месяца, если вы сделали инновацию, через 2-3 месяца её придумают ваши конкуренты, просто потому, что она живёт в этом воздухе. И он тогда задал вопрос очень интересный. Что делать в таких условиях, когда инновация 2-3 месяца живёт, и больше она уже не инновация, она уже становится обычной технологией. Единственный способ – создавать инновации со скоростью больше, чем раз в 2-3 месяца. А это означает, что нужно создать некую фабрику инноваций. Это вот та самая вторая часть. Фабрика изобретений. Знания в деньги. Изобретение – это одно, просто нужно понимать, что… Ну, инновации, да. А задача инновации – знания превратить в деньги, да? Они не делают новых знаний, инноваторы. Они должны найти эти знания, правда, для этого они должны быть, их должно быть много, и они должны их превратить в деньги. А вот вы мне скажите, вот в нашем таком понятии, обычном, знания, это вот то, что человек, вот преподаватель, преподаватель вложил в голову, значит, ученику, ученик ещё сам что-то там где-то отфильтровал из книг, что-то сам додумал, и вот он носитель этих знаний, да? Так получается, что эти знания всё-таки принадлежат какому-то отдельному, конкретному физическому лицу, да? То есть пришёл на работу со своей отвёрткой, со своим инструментом вроде как, да? Вы назвали одно, вот есть два, так сказать, два уникальных отличия знаний от обычных товаров, то, что изменит экономику. Вот, и вот одно из них, это как раз то, что вы назвали, то, что знания неотъемлемы от индивида. Невозможно, если опять же вернуться к терминологии Маркса, невозможной эксплуатации в том виде, как она была, когда мы средства труда отнимали от рабочих, а потом... Экспроприировали как Маркс. Экспроприировали их, да. А вот знания экспроприировать нельзя. Знания невозможно оторвать, их невозможно это сделать. И вот сейчас, если смотреть на... Пока знаний в их компании очень мало, высокотехнологичные, те, которые их используют, например, тот же Google, Facebook. Но если мы посмотрим, как они начинают работать, мы видим, что они уже начинают работать совершенно по-другому. Вот мы, например, были в Google, и они создают максимально хорошие условия для своих работников. Они позволяют им там массажные кабинеты строить бесплатные, позволяют им приходить вместе даже с детишками, играть там рядом со своим офисным зданием, даже с собачками. Всё и так далее. Их основная задача их завлечь, и более того, не только завлечь, а ещё и дать возможность им творить. Вот компании будущей, инновационные компании, компании будущего, они будут совершенно по-другому работать с сотрудниками, потому что сотрудник становится независимым. Более того, им придётся смириться с тем, что сотрудник может работать сразу и на вашего конкурента. И это тоже отличительная черта экономики знаний, когда мы должны уметь создавать инновации с людьми, которые могут эти инновации создавать и у других, и у конкурентов. То есть творческий работник практически. Да. Есть ещё вторая черта у экономики знаний, помимо вот этой, связана с тем, что знания, в отличие от товара, не привязаны настолько сильно к себестоимости. Вот для того, чтобы произвести, допустим, раньше, если мы делаем тот же, например, те же сапоги, о которых мы в самом начале говорили, что произвести в 100 раз сапог, больше в 100 раз пар сапог, нужно было, ну, не в 100 раз, а, допустим, в 90 раз проинвестировать там во всё, да, и тогда вот эти 10% это та дельта, которую получали, так сказать, за опт те, кто делал этот бизнес. Если мы говорим о знании, то знаний мы можем продать в 100 раз больше, в 1000 раз, в миллион раз больше, практически не увеличивая себестоимость. Мы сейчас это видим на софтверных компаниях, да, которые могут взлетать... Как вы сказали, софт? Софтверных, те, которые производят программное обеспечение, софтвер. Вот, ну, тот же Microsoft, тот же Apple тоже. Когда просто вот за счёт того, что они... Или Facebook, то есть компании, которые могут за несколько лет превратиться там в компании, капитализация которых равна там крупнейшим грандам там экономики. И вот это тоже новые черта экономики знаний. Вот такая, мы можем сказать, волатильность знаний в их компаниях, волатильность с точки зрения их стоимости, когда они могут быстро расти, быстро... Изменчивость стоимости, да. И на самом деле... Вообще, кстати говоря, когда говорят про финансовое, на финансовом рынке волатильность, это значит изменения не только вверх, но и вниз. Вниз. И тут то же самое может быть. Тут то же самое. Вы можете... Ваш бизнес может очень легко схлопнуться. Это касается, например, тех же знаний в их компании. Почему они сейчас, например, если вы посмотрите, например, компании IBM, они каждые 2-3 месяца покупают новую компанию. Почему? Потому что любая компания, которая вырастет, если вы её случайно не успели купить, она вас может обогнать и забрать у вас часть рынка. То есть вы можете так же быстро схлопнуться, как и выраст. И в этом новом рынке нужно жить совершенно по-другому. В экономике знаний приходится вот эти новые инновационные компании быстро скупать, иначе они появятся и будут для вас конкурентом в течение нескольких лет. Быстро скупать и, в общем-то говоря, их ликвидировать, да? Ну, зачем ликвидировать? Ликвидировать не нужно, но уже вот их интеллектуальные достижения, их нужно использовать у себя. И вот мы сейчас видим, как происходит вот этот рынок знаний, пока он ещё всё-таки не очень большой. Скайп, Майкрософт, которые там, Гугл, когда они покупают Майкрософт, покупают Скайп, Гугл покупают там Моторолу и так далее, да? Они друг друга все скупают, но скупают они не сами компании, они скупают технологии. Вот это нужно понимать, что именно вот это идёт, то есть идёт борьба за технологии. А вот какая перспектива вот такой вот экономики знаний у нас здесь, вот в России? У нас будет печальная перспектива, если мы не поймём, что мир движется в этом направлении. Дело в том, что у нас потенциально очень неплохие стартовые условия. У нас очень неплохая была наука, и были... Вот мы были в Южной Корее, и мы у них спросили, а вот с вашей точки зрения, а Россия чем хороша? Они там честно, они говорили, не ради нас. Они говорят, у нас очень сильная математика, и, как ни странно, они ещё сказали и философия. Вот математическая школа действительно... Ну, философию мы можем обсуждать, да? Не-не, интересно. Но это интересно, это совершенно мне было самому интересно, как они это сказали. Но вот математическая школа у нас очень сильная. Надо сказать, что у новых технологий, у знаний у их технологий, им очень нужна именно математическая подоплёка. Вот, например, так называемые технологии big data, да, когда мы из большого объёма знаний пытаемся... Даже не знаний, а большого объёма информации и данных пытаемся вытащить знания. Здесь нужны очень сложные математические и интеллектуальные формулы. Математика будет очень востребована в новую экономику знаний. И у нас здесь есть очень хороший потенциал. Мы можем в эту экономику, так сказать, догнать многие страны. Если же мы будем думать по-прежнему, что очень важна нефтянка, газы и прочее, то мы будем разочарованы. Дело в том, что, еще раз, доля знаний в них тоже будет расти. И кончится тем, что сейчас происходит, когда новые технологии в том же нефтяном и газовом бизнесе приводит к тому, что стоимость газа и нефти может резко снизиться. А новые технологии покупаются за границей, да? К сожалению. В этом, конечно, наши минусы. Я думаю, что, может быть, то, что сейчас произошло в 2014 году, может быть, заставить наш проект задуматься над этим. Задуматься о том, какова роль именно высоких технологий. И у нас еще есть шанс. Ну вот вы говорили, у нас была хорошая наука, да, но ведь это была 25 лет тому назад. Ведь все, кто был тогда вот в этой, был хорош в той науке, он ведь сейчас на 25 лет стал старше. И очень многие из них эти 25 лет наукой-то не занимались, а занимались чем-то еще. И все это уже было, понимаете? Этого сейчас нет. Нет, есть сейчас наука, занимаются люди наукой, но это совсем не то, что было раньше. Раньше ведь в каждом министерстве были отраслевые научно-исследовательские институты. Вот плохие они были или хорошие, но это была наука, это были ученые, да? Так или иначе. А сейчас ведь этого нет ничего, никаких отраслевых не, я что-то не слышал сейчас. Ну, безусловно, наука сильно подсела с тех пор, по крайней мере, за последние 20-25 лет. Но здесь нужно понимать одно, что для того, чтобы вырастить науку, нужно очень большое время. Вот пример того же Сингапура, который сейчас, можно сказать, ворвался в эту смарт-экономику, но пока еще уровень его, интеллектуальный уровень, уровень профессуры, уровень исследований, он пока даже уступает России. 50 лет они этим занимаются, и они уже с точки зрения ВВП на душу населения, они обогнали уже США. Но создать научную школу, допустим, такую же, как в России, им не удается. О чем это говорит? Это говорит о том, что создать школу трудно, и убить ее тоже трудно. То есть для того, чтобы убить школу нашу, например, российскую, для этого нужно еще лет 20. Еще лет за 20 мы ее угробим окончательно. Так, это мы сможем. А вот, скажите, вот в Сингапуре у них ведь, в общем-то, бывшая британская колония, насколько я понимаю, рабочим языком у них являются английские, да? Да, да. Английский такой международный язык, общепринятый. Вот у нас регулярно говорят, такие вот обиды высказывают, почему у нас МГУ, вот, он не занимает первые места в рейтингах международных, действительно, хороший университет, большие научные школы, почему? А вот проблема такая, что обучение там на русском языке происходит, и бывает приезжает туда иностранец поучиться чему-то, да? Вот, кстати, вы не поверите, из Америки ведь туда приезжают даже поучиться, причём без знания русского языка, то есть они не собирались там где-нибудь в госдепартаменте работать там по линии России, да, или каком-нибудь там разведывательном управлении. Нет, ну просто вот они приехали поучиться чему-то такому вот в России, они слышали, что есть хорошо. А прочесть там лекцию, позаниматься на английском языке, вот эти вот, так сказать, маститы это не могут, приглашают вот аспирантов, аспирантов уже ля-ля-ля-ля, уже по-английски вовсю, да? Вот, ну так простите, аспирант, я, конечно, при всём моем уважении к аспирантам, но всё-таки профессор-то, он выше летает, чем аспиранта. Ну, тут понятно, что английский язык, как некий интернациональный язык, он позволяет лучше общаться и быть более, науке более подвижной. Да, вот именно как экономика знаний, которая продаёт знания, да? Это тоже один из каналов. Но я бы не говорил о том, что это является чем-то непреодолимым, в том смысле, что дело в том, что для того, чтобы создавать какие-то научные прорывы делать, для этого достаточно русскоговорящей группы, и если она это делает, она может это делать, и не зная английского языка. То есть я бы всё-таки не говорил, что знание языка является некой такой преградой, безусловно, это улучшает общение, и, конечно, нам нужно, нужно усилить эту составляющую. Ну, вот ту продажа знаний через высшее образование, ну, тут, естественно, нужен язык. Либо он изучает русский, но это человек, который собирается быть послом или сотрудником посольства России. Помните, я приводил пример «товар-деньги-товар» и «деньги-товар-деньги», и, соответственно, «деньги-знание-деньги». Я говорил, что первая формула – это «деньги превращаются в знания», а вторая – это «знание превращается в деньги». Вот вторая часть – это инновационный бизнес. Вот он должен быть англоязычным, чтобы мы могли завоёвывать чужие рынки. Что касается науки, как это ни парадоксально, хотя я за то, чтобы наука была у нас тоже двуязычна, но на самом деле для науки это не является суперобязательным. Более того, здесь даже кроется небольшой плюсик маленький. Ну, правда, он не самый хороший. И получается в том, что если это знание создано на русском языке, его будет труднее у нас украсть. Ну, это шутка, да. Но я просто хочу сказать, что превращение денег в знания, оно не требует там… Что оно требует? Оно единственное требует, чтобы вот эти знания, например, на английском языке, было доступно нашим учёным. Но на самом деле у нас всё-таки, я вот вращаюсь среди учёных, немногие из них хорошо пишут по-английски или хорошо говорят по-английски, но большинство из них читает по-английски. Да, но журнал-то нас заставляли читать, тысячи сдавали. Вот с точки зрения, если мы говорим вот этой первой части научной, там этого достаточно. Там достаточно, чтобы учёные могли читать, читать, так фактически обмениваться литературой. А уж найти и перевести на хороший английский язык, если это действительно будет что-то уникальное, это мы всегда сможем. Ну да. Поэтому я бы вот это не ставил бы вперёд, но ещё раз я говорю, если мы не поймём, что знание становится основой экономики, мы, конечно, будем потом кусать локти. Ну, похоже, что мы не поймём. Ну, не знаю, вот частично мне кажется, что вот 2014 год, который вот закончился, он является, может быть, он сдвинет немножко вот это вот сознание людей, заставит их задумываться немножко об этом. Поэтому частично то, что ограничены там и санкции, и санкции нас ограничили экономически, именно ограничили, заметьте, в технологиях. Вот. Может быть, частично это заставит задуматься о том, что технологии становятся таким важным инструментом. Вот вы как раз сейчас можете сказать самое главное, то, что вы в себе носили всегда. Всегда так. Как-то вот всегда в конце не хватает времени моему собеседнику. Вот оно сейчас есть. Ну, главное, я могу сказать, что так же. Вот мы сейчас говорим об экономике знаний, и это, конечно, является нечто будущим. Её ещё нет, она только раз зарождается. Она зарождается в тех технологических компаниях. Но на самом деле вместе с этой новой экономикой будет рождена совершенно новая технология. Помните, мы с вами говорили в процессе обсуждения о технологиях инсорсинга индустриального общества, аутсорсинга – это постиндустриальное общество, и краудсорсинг – это информационное общество. Так вот, на самом деле у экономики знаний есть своя уникальная технология, которую ещё нам предстоит понять, осознать, и предстоит понять, как её использовать. Это так называемая технология коллективного интеллекта. Эта технология позволяет складывать интеллекты людей. Вот сейчас, если даже мы посмотрим социальные сети, они не складывают интеллект людей, они, наоборот, его гасят. И средний интеллектуальный уровень социальных сетей ниже среднего. Если брать информационные системы предприятий, они немножко повышают, но не повышают, так сказать, делают выше среднего интеллекта. Они его повышают до уровня хозяина производства или главного архитектора производства за счёт того, что бизнес-процессы он выстраивает так, чтобы чуть-чуть было лучше. Но всё мы говорим о том, что это либо среднее, либо чуть ниже среднего, либо чуть выше среднего коэффициента интеллектуальности. Но технологии коллективного интеллекта предполагают сложение интеллекта. То есть когда 10 человек, их IQ будет не средний IQ, а их IQ будет в 10 раз больше, чем у одного человека. А если 100 человек... Да, умножение. Ну, это сложение, это... Ну, это как что-то похоже на разделение труда, да? То есть один идейку кинул, другой, значит, дал математическую модель, третий придумал, как поставить эксперимент. Вот как научный коллектив в этой обычной ситуации. Только это будет разделение труда, связанное именно с тем, что люди будут... Каждая голова будет как бы кусочек нейрон одного большого мозга. Вот когда мы сможем запустить вот этот большой мозг, коллективный разум, вот он сможет на самом деле создавать такие вещи, которые не снились ни одному человеку. Раньше это называлось наукой, научное обслуживание, отрасль такая. Да, да, да. Но у нас существует ведь проблема того, чтобы использовать такие коллективные технологии, технологии коллективного интеллекта в прошлом, отсутствие инфраструктуры. И люди всё равно, как правило, то есть мы даже посмотрим лаборатории, как правило, это был один или два умных человека, как правило, один, вокруг которого были ученики, которым мы помогали. Всё равно это была такая индивидуальная интеллектуальная экономика. Вот современные технологии за счёт того, что мы все теперь связаны друг с другом, мы можем общаться через сети, мы можем создать технологии реально коллективного интеллекта. И уже сейчас некие такие элементы уже присутствуют, уже возникают, когда в неких таких распределённых сообществах могут рождаться мысли, которые бы не пришли ни одному человеку в голову. Ну, в ядерной физике это уже очень распространено. Да. Но вот если мы научимся это создавать, вот это будет новая технология, которая продвинет человечество очень далеко вперёд. И это технология, которая, возможно, изменит и нравственные тоже понятия, и многое другое. Спасибо вам большое. Депублики наши, спасибо большое за внимание. Вот видите, вот как много открытий чудных готовит просвещение век. Всех благ, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok